Друзья, мы пересекли Темзу. Позади нас знаменитое Вестминцерское аббатство. Место, где испокон веков коронуются английские монархи. Современное здание было построено по указу Генриха III. Строительство началось в 1245 году и завершилось в 1745. Мы находимся в Вестминцерском аббатстве. И я бы хотела рассказать немножко о Нефе. Высота Нефа составляет 31 метр. Это самый высокий Неф в Англии. Строительство происходило с 1376 по 1517 года. Известным архитектором Генри Евелем. Аббатство может ввестить в себя до 2000 человек. Общая площадь помещения составляет порядка 3000 квадратных метров. Перед нами представлен алтарь по проекту Джорджа Скотта, выполнен в 1867 году. Главным украшением является работа итальянского мастера Сальвати. Называется «Тайная вечеря». В плане архитектурного здания представляет из себя пример готики. В плане – это крест. Мы находимся в часовне Святой Богоматери, которая строилась по приказу Генриха VII. Здесь же он был и похоронен в 1509 году. Аббатство довольно серьезно пострадало в период Второй мировой войны. В 1941 году после бомбежек загорелась крыша. И оно было отреставрировано только после окончания войны. Мы находимся в часовне Елизаветы I. Здесь похоронена Елизавета I. Это дочка Анны Болейн и короля Генриха VIII. Всем привет! Мы находимся в здании Капитулы, которое было построено с 1245 по 1253 года. Это восьмиугольная постройка. Долгое время здесь находился государственный архив. Что нужно помнить при планировании посещения аббатства, то что в будние дни часы его работы, это с 9.30 до 15.30, не стоит об этом забывать. То есть закрывается она довольно рано. Друзья, как вы могли догадаться, мы около Весныцерского дворца. Это одновременно королевская резиденция и здание парламента. Здание более 1100 помещений, 100 лестниц, более 5 километров коридоров. Мы находимся в холле святого Стефана, в Весмирском дворце. Холл украшает большое количество статуй известных парламентариев, а стены украшают картины с изображением истории Англии. Когда мы говорим об английском парламенте, конечно, и во многом благодаря режиссерам Вачовски вспоминается культовый фильм «Визна Четвендетта», а вместе с ним история Гая Фокса. 5 ноября 1605 года группа заговорщиков попыталась осуществить подрыв короля Якова I и парламентариев. В середине 19 века было решено, что будет праздноваться так называемая Ночь Гая Фокса.